МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии и працуе Натальи Игнатенко. Глядите ух этим выпуском. Ж него на старте у особных районах области почалась опробная уборка зерневых. Международная встреча. На базе лицея МНС проходит взлет юных вратовальников пожарных. Каникулы с корыстью. Каля 2000 навученцев Гомельской области станут судельниками программы другостной занятости. А зараз об этом иншим больше подробязна. Термин оборачения чека у майомысь протягнуты до 31-го снежни 2020 года. Зараз у филиалах Бларусбанка для обмену на чеки Жихарам Гомельской области пропануются акции 50 открытых акционерных товарыствов. Додатково с 1-го липеня до обмену будут пропанованы акции 8-ми предприемствов. Три з них знаходятся на территории Гомельской области. Гэта электромеханичный завод, товарыствы труд и электроаппаратура. Для обмену чеков треба звернуться у подразделения Беларусбанка, якое выконвает такую операцию. Ознайомиться с пираликом акционерных товарыствов и сделать выбор. Затым предъявить документы, пашпорт грамадянина Республики Беларусь и сертификат в чеков майомысь и заключить договор. В особных районах Гомельской области почалась пробная уборка зерневых. Комбайны вышли на палетки, яке найбольшь значно потерпели от спякоты. Большь массовые работы зараз ведутся на уборцы рапсу. У целым по в области юн убраны на полове пассивных площав. Разом с тем, уроджайность этой культуры покуля относна невысокая, что глумачится несприяльными климатичными умовами. Что тычется зерневых, то сгодно с дадзинами опошняха мониторингу, яны пошкоджены на 50 тысячах гектаров. Яшчэ на 23 тысячах, а зимые и яровые загинули полностью. Гэта каля 6,5% от пассеянага. Для правнання, гэта амаль у троя меньшим было летось. На этот год еще цифра не достигла тех значений, которые были в прошлом году. Потому что в прошлом году у нас на этот период времени было 63 тысячи гибели и более 100 тысяч повреждений. Я думаю, что существенно не ухудшится ситуация в настоящее время, поскольку все-таки дожди помогли спасти ситуацию по кукурузе и по яровым культурам. У нас в трех районах не зафиксирована гибель, только повреждения. Это Светлогорск, Хойники и Чечерск. Завтра у особных районах Беларуси чекаются на больницы. У день местами узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Буде воблачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут короткочасовые дожди. Ветер полднево-заходний порывистый. У день местами моцный порывистый. Температура поветра у Гомельской области у ночи до плюс 15, у день до плюс 20. Восьмого липеня будет воблачно с прояснениями. У вечера чекается короткочасовый дождь. Ветер заходний порывистый. Температура поветра у ночи до 15, у день до 22 градусов тепла. Яны, аж школьники, однако, певненно могут оказать допомогу потерпелым у надзвычайной ситуации. Под Гомелем проходит международный взлет юных воротовальников. Форум лазится у 17-й раз. С года в год его география поширается. Россия, Украина, Польша, Германия, Латвия, Армения. Усяго 14 краин света. У першыню удел принимают юные воротовальники с объединенных Арабских Эмиратов. С подробностями наши корреспонденты. 15 команд с 14-ти краин света. У специализованный лицей при Университете громадянской обороны МНС приехало больше, чем 100 юных воротовальников. Им от 14-ти до 17-ти годов. У составе кожной команды 7 юнаков и девчат. Разом с ними наставники. Усюне терпение чекают сперших с поборництва. Однако, по традиции, первый день отведены на знаемство. В 17-й год собираются ребята и побыли на этом взлете более 20 стран. Надо сказать, что и наши ребята имеют возможность, победив на республиканском конкурсе, выехать за пределы страны и поучаствовать в аналогичный конкурс в других странах. Вот они вернулись с Азербайджана. Ранее выезжали в Россию, участвовали в Украине. Были и в Латвии, и в Литве. Выезжали в Великобританию, в США выступали. И сюда очень ярко представляют нашу страну. Гонор Беларуси обороняют переможцы республиканского взлета юных воротовальников команда Могилевской области. Настрой на борьбу и перемогу. Подчас подрыхтовки навод вывучили своих соперников. Очень рады, что мы сюда приехали. Чувствуется огромная ответственность, что надо показать класс и хорошо выступить. Мы тренировались и представляли, что мы уже будем победителями. Знаем, кого не стоит отпускать далеко вперед, но мы не будем говорить. Знаем, узнавали. Почти все участники нашей команды планируют связать свою жизнь с профессией пожарного. У нас в Объединенных Арабских Эмиратах эта специальность очень востребована. В такого рода соревнованиях участвуем впервые. Конечно, хотим победить. Пожелайте нам удачи. Программа взлета вельми насыщенная. У дельников чакают спортивные споборности, интеллектуальные гульни, творческие конкурсы. У першню молодые люди смогут поспорщаться за звание лепших воротовальников на водах, продемонстровать свои физичные сдольности у шматборьи и поудельничать у особистом конкурсе юных талентов. Здесь присутствует 14-15 команд из разных стран. Это дети, которые познакомятся друг с другом, вырастут. Не только они будут знать, будут осведомлены о рисках и катастрофах, но и у них сложатся взаимоотношения друг с другом. В результате это будут отношения и дружба между странами. Напереде споборницкий тыдень. Конечно, жака юных воротовальников и яскравая позаконкурсная программа. Экскурсии и дискотеки. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель». Каля двух тысяч навученцев в Гомельской области подчас летних каникулах станут чудельниками программы другосной занятости. При этом реализация проекта уже цивляется основным за кошт бюджетных сродков. В школьных працовных лагерах побывали наши корреспонденты. В 7-й Гомельской средней школе працовный лагер открылся 1-го липеня. На протягу трех тыднях наученцы будут заниматься справами, которые в официальных документах называются громадскокорисными. Подчас зимовых и весновых каникулы у дельники такого лагера вырабляли стенды. Зараз занимаются ремонтом мебли. Для школьников 8-10-х классов это махчимость отримать корисные працовные навыки и крыху заработать. Я хотел поработать, потому что в прошлом году мне реально понравилось. Ну и денег подзаработать, потому что нигде не могу найти подработку. Дарыши непосредной працей у лагерах займаются максимум по 2 годины на день. Остатний час присвечены культурно-массовым и спортивным мероприемствам, экскурсиям и интеллектуальным гульням. Як чакается подчас летних каникулы, у дельниками працовных лагеров на Гомельшине станут минимум 2 тысячи школьников. В течение летних каникул планируется трудоустроить около 2 тысячи школьников и учащихся, которые будут заниматься пошивом швейных изделий, посадкой деревьев, наведением порядка на пришкольной территории, изготовлением стендов из каменек и другой работы. У 32-й Гомельской школы документы для открытия оздоровленчего лагера працы и отпачинку начали рыхтовать еще у красавику. За этот час не только презентовали проект, а и отримали сгоду на его реализацию в управлении по праце. Плюс набрали группу с 18 человек, які пройшли медицинскую комиссию и отримали працовные книжки столяров другого разраду. Одночасово с картками социального страхования. По великим рахунку, это початок их официйной и, саправдой, громадскакорисной працовной деятельности. Они, конечно, не профессионалы, но, во-первых, у них есть опыт трудовой деятельности, уроки труда проходят не зря, поэтому, в принципе, на много лет нам потом этой мебели хватает. Такой экономичный вариант замены школьной мебели в школе. Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Веншуем коллег. Телеканал «Мазыр» отримал перемогу в республиканском конкурсе на лепшее осветление деятельности профсоюза в Беларуси. Мазырские журналисты признаны переможцами серед районных студий «Телебачення». Гоноровый диплом уручили на урочистом сходе у будинку Райвы Конкама. Наместник старшини Гомельского областного объединения профсоюза Жанна Гатальская повеншувала коллектив телеканала и пожадала новых профессийных поспехов. Конкурс Федерации профсоюза проводится что год. Ауторские репортажи, интервью, артикулы про житие и деятельность профсоюзных организаций оцениваются по некоторых критериях. У их лику – разностайность жанров, наявность аналитичных материалов, глубина раскрытия темы и творчая складающая. Все лето на конкурс было дослано 120 работ. З них выбрали пять у особных номинациях. До речи, диплом «Пераможцы» отправится так само в редакцию газеты «Светлогорские новины». 8 липня в России означают «День семьи, каханья и верности». Он присвечен памяти святых Петра и Феоронии Муромских, опекунов семьи и шлюбу. Третий год за пару российским Центры навуки и культуры в Гомеле узнагароджували семейные пары, которые прожили разом больше за 400 лет. Все лето медали «За каханья и верности» тримали семь пар. Рыгоры Людмила Стаховец в шлюбе 39 годов. Они выховали двух уластных и трехприемных детей. Сейчас помогают гадовать унуков. Их четверо. Головный сокрыт семейного счастья Рыгоры и Людмилы Стаховец просты. Любовь. Любовь. Самое главное, чтобы была любовь. Потому что где любовь, там есть и богатство, и терпение, и взаимовыручка, и уважение. Все. Тогда все и будет. Только любовь. Все на любви. Есть любовь, есть понимание в семье, счастье. И от этого зависит и долголетие семейной жизни. Так само в рамках мероприемства презентовали выставу работ российского мостака Александра Простева, присвеченная житию Петра и Феоронии Муромских. Высокое мостатство вышло на улицу. Организаторы Минского фестиваля под открытым небом «Классика ля ратуши» привезли в гомель музыкантов «Арт-мьюзик Охестра» с программой «Вива Штраус». Примавши множество гостей самых розных краин света, фестиваль у першиню за пять годов иснования отправился у подорожа по областных центрах краины. Фестиваль «Классика ля ратуши» стал саправдным открытием для гомельчан. Организаторы и выканавцы постарались при допомозе музыки перенести слухачу сплошь Ленина на венскую «Штефансплац». В концерте гучали творы двух самых вядомых представников музычной династии «Штрауссов». Я є родоначальника Иоганна Штрауса-старейшого і його сына – короля вальсов Иоганна Штрауса-молодшого. В Европе мы ездим с этой программой, там очень много «Штрауссов». Весенние голоса, сказки Венского леса, вальсы Арсены, песенки Арсены. То есть очень-очень большой репертуар Иоганна Штрауса. Я очень люблю эту музыку, потому что, в принципе, я оптимистический человек. Кстати говоря, я пела эту музыку с вашим оркестром, Гомельским симфоническим оркестром, когда был дирижер Кравцов. У перепынках помеж вальсами, польками, кадрилями и маршами ведучий расповядал цікавые подробності творчого шляху семьи Штраусов. Их музыка вядомая многим. Я нагучить у концертных залах, на радио и телебаченні, у фильмах и рекламных роликах. Именно ведь эта сучасная популярность классики стала подставой для створения концертной программы «Вива Штраус» и ее презентации у разных городах краины. Большая часть оркестра у нас совсем молодая. И, естественно, это говорит о том, что если молодые люди хотят играть классическую музыку, что она сегодня и в Беларуси востребована. Что касается, например, студентов Академии музыки, то там всегда есть конкурс. Это значит, что есть конкурсы музыкальной школы. Это значит, что определенно мода и желание знакомиться с классической музыкой у людей есть. Это великолепно, что люди могут на улице прийти и послушать оркестр, послушать солистов из Большого театра, великолепных солистов. Вообще, вот эта идея классика уратуши, я считаю, великолепна. И прекрасна, что она сейчас и уже год назад вышла за пределы Минска. Удельники арт-мьюзик оркестра, лаураты, дипломанты международных конкурсов, музыканты оркестра национального академичного Великого театра оперы и балета Республики Беларусь. Послушать концерт у их выполнения усеождаюча смогли абсолютно бесплатно. Свободный у выход – отметный рис у всех мероприемств фестивалю классика ля ратуши. Евгения Кухаронак, Марина Джалая, Андрей Иванов, Телерадо и компания Гомель. На Гомельщине практикуют новый формат профилактики детячого дорожно-транспортного травматизма. У областным драматичным театры отбылась премьера спектакля «Выратойте» Михаил Светлафоровича. Постановка разповедает об правилах дорожного движения на мове детей. Инициативу театра за хвото и подтримали у Державтоинспекции региона. Тут, как неде разумеют, любая пропаганда правилов дорожного движения будет на корысть. А тем больше таким ярким и запоминальным формате. Сотрудники Гомельщине инспекции в любом случае за любую пропаганду безопасности на дороге и соблюдение правил дорожного движения. Особенно, в первую очередь, когда это направлено на детский контингент, когда это направлено на правовое освещение детей наших. Спектакль поставленный по одноименной пьесе драматурга Андрея Кружнова и представляя собой динамичную музычную каску об правилах дорожного руху без какой-нибудь дидактики. Все мы в этом мире пешеходы, все мы в этом мире участники дорожного движения. И поэтому говорить об этом в такой легкой игровой форме, чтобы ребята поняли, как правильно вести себя на проезжей части. Сказка очень веселая, очень милая, без нравоучений, без наставлений, потому что дети, они понимают все-таки язык добра, ласки, юмора, веселых песен. Дорожные правила подаются ненадокучливо, в форме захопляльного сюжета, на тему вечной братьбы добра и зла. Пьеса пропонует своим юным глядачам пофантазировать разом с персонажами. И, увы, не куказка оказывается соправдным детективом. Марина Литвинчук и Вольга Худенко унесли свою кладу в развитие Виславанне на Малой Радзиме у Мазыры. Миновита там началась их поспеховая карьера. На хатые сродки у Сдюшар по Виславанне обсталюют новую спортивную залу. Расставницы Белоруссии! Вольга Худенко! Марина Литвинчук! Восьон пероломный для белорусских весляров «Момонт» 500 метров до заповедного золота пройдены. Марина Литвинчук и Вольга Худенко – переможцы других европейских гульню у байдарцы-двойцы. Безумно тяжелая, но эта тяжесть очень приятная. Своему ребенку, льдарчику, своему сыночку поздравляю. Это по любому его медаль. Безумовную заявку на перемогу девчины заробили с самого старта и до финиша только и додавали. Их перемогу уже назвали историчной, але за таким выникам тренировка должен нею у житем. Там вот затон есть такой, меряется. Вот там ее обучали, вот в этом лодке. Сколько раз переворачивалось это за тренировку раз по 20, может. Будучая золота европейских гульня уковали тут, на Полесьской земле. Михаила Земши теперь вспоминает, как у першиню до его пришла юная Оля Худенко. Кажа ранее, она ни разу в жизни не бачила спортивных лодок. Были проблемы с плаванием. Але твердый характер и вопыт первого тренера заробили свою справу. Совпало это все, все эти мероприятия, европейские игры, мое день рождения. Вот. И такой подарок мне очень приятный. Поэтому я очень доволен и доволен их выступлением. Большое им спасибо. Дальше Мазыр для Беларуси место знаковое. Гэта земля выгадывала перших майстру спорта Украины. И Менавіта Ацюль хвалей прокатилися их поспехи на Республиканской, Усесоюзной, а затем и Межнародной арене. Символично, что Менавіта тут живут и ця першние чемпионки европейских гульняв. Дякуючи им и социальному проекту «Олимпийский шлях», гэты район отрымая финансовую подрымку. Гроши Марына и Вольга пераличать Менавіта Мазырской с Дюшарпа в Славанне, у якой, як и 40 годов тому, протягивают гадавать чемпионов. До речи, восье Яны за золотыми кумирами Сачыленя, глядячи на шильный график и тренировки, и кожный гэты хвилинный переживал разом с землячками. Очень сильно переживали, смотрели всей просто базой. Радость, конечно же, была за них и какой-то стимул тоже работать. Вы знаете, мы постоянно надеемся, чтобы наши воспитанницы удачно и красиво выступили на международных соревнованиях. А деньги эти, конечно, они необходимы сегодня всем. Но у нас есть пару спортивных залов, которых нам хотелось бы оборудовать. И эти деньги, конечно, нам не помешают. Проект «Олимпийский шлях» пройшел у пятый раз. У першыню отбылся 7 годов тому. И за этот час допомогу оказали уже 25-ти спортивным навучальным установам краины, некоторым неодноразово. Сумма поддержки склала около 240 тысяч долларов. Ганна Ковалева, Олеся Рудянкова, телерадио-компания «Гумель» при поддержке АТН. Гэты, а так само иншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergumel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире.